Всем привет! Сегодня мы вернёмся к первоначальному замыслу моего канала и к первому разговорному видео на нём. Оно было о минимализме. Пару месяцев назад мне вконтакте пришло сообщение от приятной девушки о том, что она посмотрела мои видео на канале и ей очень понравился ролик о минимализме, который она написала «Вы хоть и снимали три года назад, но он до сих пор для меня актуален. С того видео прошёл только год, и, конечно, за этот год я думала, я буду выкладывать и снимать гораздо больше роликов. Где-то не получалось, где-то не хотелось, где-то я не видела смысла, но суть остаётся, что к тому, чтобы я снимала на YouTube, меня подтолкнул именно минимализм и отсутствие на русскоязычном YouTube каналов или роликов, рассказывающих о нём как об образе жизни, а не просто обучающих, как грамотно укладывать носки по конмарии и что-то подобное и прочее. Сейчас, если на YouTube по-русски написать «Минимализм в поиске», то вылезет достаточное количество роликов, интересных каналов, на которых рассказывается о минимализме как образе жизни. Это не может не радовать, потому что такая идея достойна продвижения, и наше общество потребления больно, поэтому ему необходима такая прививка, как очищение и минимализм. Сейчас уже три года, как я живу в минимализме, и он, конечно, оказал на меня огромное влияние. Минимализм даёт свободу, помогает ощутить гармонию в жизни, очистить всё, упростить, почувствовать важность действительно стоящих вещей, помогает найти себя, как произошло в моём случае, или стать более уверенной в себе, в своих действиях. Он даёт тот необходимый глоток свежести, в котором нуждается уставший человек. Книгой, с которой начал самый интерес к минимализму, является «Искусство стильной бедности». С того момента я прочитала очень большое количество книг, снимала видео об этом, которые закрыты, потому что у меня было ужасное представление о том, какой должен быть звук у видео и наложение музыки. В общем, меня там очень плохо слышно. А список всех книг о минимализме я не так давно выкладывала в своём паблике, который есть в описании каждого ролика. Поэтому литературу до сих пор могу посоветовать много. Конкретно сама сейчас читаю «Уолдена» или «Жизнь в лесу», и это новый виток в моём изучении минимализма и в моём поглощении его, потому что здесь уже открывается совершенно другая сторона этого. В этой книге большое внимание уделено не просто обществу потребления и как в городских условиях стать минималистом, перестать скупать всё подряд и так далее. В ней раскрываются уже плюсы самой простой жизни, деревенской жизни, жизни на природе, в гармонии с этой природой. И это не значит, что я дочитаю её и побегу жить в лес. Но от прочтения остаётся удивительное вот это ощущение единения с всем тем, о чём пишет автор. Поэтому я её вам советую так же, как и советовала искусство стильной бедности. Теперь, что изменилось относительно внешних и девчачьих проявлениях минимализма в моей жизни? Конечно, когда всё только началось, я очень многое выкинула, либо отдала в детский дом, либо продавала. Сейчас отношение к старым вещам, которые, допустим, изнашиваются или просто перестают меня устраивать в чём-то, точно такое же. Я просто от них избавляюсь легко. Но сейчас ещё более редко приобретаю что-то новое. Даже секонд-хенды практически полностью ушли в прошлое, потому что пропал их смысл. За этот прошедший год самой любимой моей одеждой стали именно те вещи, которые у меня появились вообще каким-то случайным, невероятным образом. Что-то мне присылала мама. Какие-то вещи вообще были из детства, времён 9-го, 10-го, 11-го класса. И, во-первых, меня очень радует, что это всё до сих пор мне впору и подходит, и вызывает помимо симпатии и ощущения стиля, ещё и ностальгию. От каких-то вещей собирались избавиться подруги и делились со мной этим. Я присматривалась и говорила, а вот это вот неплохо, может быть, всё-таки мне отдашь, не будешь выкидывать. И так у меня, допустим, появлялся новый свитер. И я не считаю это чем-то зазорным или неправильным. Это всего лишь шмотки. Так и должно быть. Полностью пропал пунктик относительно чёрно-белого гардероба. На самом деле очень даже классно, когда есть вещи других цветов, например, красные, зелёные или синие. Это всё, если не способствует поднятию настроения, то просто даёт тебе почувствовать себя ярким. Но принты и надписи я всё так же терпеть не могу на одежде. Единственное самое большое изменение, которое произошло за этот год, это то, что я в январе начала красить ногти. Я действительно забыла всё удовольствие от этого процесса и то, что оно даже носит какой-то медитативный характер. Поэтому, да, я начала красить ногти. Несомненно, минимализм позволяет освободить большое количество свободного времени для интересных и важных вещей. Ещё больше стало времени на творчество, на поддержание гармонии внутри себя в своём внутреннем мире и дома, на поддержание порядка. Мне уже много лет не знаком бардак или отсутствие свободного времени, или жизнь без творчества, без рисования, без фотографирования. Это ведь замечательно, когда есть увлечения, есть время на них, несмотря на то, что нужно жить взрослой жизнью, есть вещи, за которые нужно быть ответственным и прочее. В завершении, как всегда, хочу сказать, что на самом деле дело не в той концепции, которой ты придерживаешься, а в том, чтобы быть по-настоящему счастливым. Если чего-то не хочется, не нужно это делать. Если у вас есть потребности, нужно понимать, нужно действительно прислушиваться к себе и обдумывать, истинные они, настоящие или всё-таки навязанные извне. Живите именно так, как хочется вам. Но если в данный момент вы кому-то завидуете, испытываете острое желание приобрести какую-то вещь, технологическую новинку, или просто недовольны собой, хотите сбросить 5 килограмм или что-то типа того, значит, вам нужно измениться. И тогда всё станет лучше. Всем пока!